Всем привет! Богата. При основании в 1991-2000 годы, Санта-Фэда-Богот, столица и крупнейший город Колумбия, административный центр департамента Кундинамарка, образует самостоятельную административную единицу страны, столичный округ, разделенный на 20 районов. Население, 7,4 миллиона человек. 2011. Или 16% населения страны. Один из крупнейших городов Южной Америки. В пределах агломерации проживает 8,7 миллиона человек. 2011. Расположено в межгорной котловине Восточной Кордильера на высоте свыше 2600 метров, отчего климат города прохладный. Подвержено землетрясениям. Главный политический, экономический и культурный центр Колумбия. Концентрирует. ВВП страны. 2011. По степени глобальности городов в 2010 и 2012 годах занимало четвертое место на континенте. Основано в 1538 году испанскими конкистадорами в центре цивилизации индейцев Чипча. С 1598 года, столица испанского генерал-капитанства, с 1819 года, столица независимой Колумбия. В 1948 году в ходе вооруженного восстания Богатаса центр города был разрушен и сожжен. Историческая застройка незначительна. Город основан испанцами 6 августа 1538 года, в день христианского праздника Преображения Господня, в местности, которую индейцы Чипчи называли Баката. Отсюда первоначальное название города, Санта-Фе да Богата, где Санта-Фе – Преображение Господня. Буквально, Святая Вера. А Богата – искаженное автохтонное название местности. В широком употреблении используется лишь последняя часть названия – Богата. Конкистадор Хименес де Кесадо, основатель Богаты. 6 апреля 1536 года губернатор и Аделантада провинции Санта-Марте Педро Эрнанес де Луга отправил своего заместителя, конкистадора Хименеса де Кесадо, с отрядом в 500 человек, частично на пять бригах вверх по течению реки Магдалена, частично, сушей вдоль реки. Хименес де Кесадо отправился по торговому пути, по которому индейцами переправлялась Соль, служившая средством обмена, с Карибского побережья вглубь материка, добрался до плодородного плато Кундинамарка спустя девять месяцев. В походе было потеряно два брига, один – с людьми. Саму долину, где находилась Богата, первыми обнаружили отправленные на разведку с 25 людьми капитаны Антонио де Лебриха и Хуан де Сеспадис. К тому времени из-за стычек с индейскими племенами болезней в отряде осталось 170 человек, однако им не составило труда покорить заселявшее этот район племя Чипча. Приняв испанцев за богов, индейцы сдались без особого сопротивления. О названии города и его индейских постройках в испанских документах впервые говорится в докладе королевских чиновников Хуана де Сан-Мартина и Антонио де Лебрихи, принявших личное участие в походе Хименеса де Кесадо. Июль 1539. Когда они прибыли в эти солевые селения, то уж здесь-то земля явила взору то, что в ней было и то, что было дальше, потому что она была очень тучной и со многими индейцами, а внешний вид сооруженных домов, отличающимся от тех, какие мы до того встречали. Тем более, что на расстоянии одного дневного перехода далее от того селения Соли, мы вошли в землю самого главного правителя, в ней имевшегося, называющегося Богата. И тому было хорошее свидетельство, поскольку мы обнаружили его в доме его жилища, которое, будучи построенным из соломы, могло бы считаться одним из лучших, какие только видели в Индиях. Хуан де Сан-Мартин и Антонио де Лебриха. Доклад о завоевании нового королевства Гранада и основании города Богата. Июль 1539 года. Богата была основана испанскими колонизаторами в 1538 году в районе, который был центром древней цивилизации индейцев Чипча. Богата расположилась на месте индейской крепости Баката и стала столицей новой Гранады, такое название Кесада дал завоеванной территории. С 1598 Богата была столицей испанского генерал-капитанства, а с 1739 – вице-королевства Новая Гранада. Защитницей города в 1573 году архиепископ Богаты Луис Сапато де Карденос объявил святую Исабеллу, ввиду того, что голову, как священную реликвию, Изабеллой Венгерской королевы, подаренную в Мадриде королевой австрийской Анной, Последней женой Филиппа II. Он носил с собой, но в 1573 году поместил ее в серебряный ларец в главной церкви города, А день почитания этой святой был установлен на 19 ноября. Наполеоновские войны в Европе вызвали подъем национально-освободительной борьбы в Латинской Америке. После того, как в 1808 Наполеон вторгся в Испанию и вместо незложенного короля Фердинанда VII возвел на престол своего брата Жозефа Бонапарта, креолы-богаты объявили о своей верности Фердинанду VII, а 20 июля 1810 года креольская верхушка провозгласила самоуправление новой гранады до восстановления власти законного короля. Власть в стране перешла в руки верховной хунты. В честь этих событий 20 июля в Колумбии отмечается День независимости. Вслед за богатой независимость провозгласили другие города. Вернувшись к власти в 1814, Фердинанд предпринял попытку восстановить былое абсолютное управление новой гранадой, что вызвало новый подъем освободительного движения. Только благодаря введению в колонию многотысячной испанской армии удалось восстановить и вновь утвердить испанское господство. Богата была освобождена от испанцев армии Симона Боливара лишь в 1819 году. Тогда же была провозглашена независимость, и Богата стала столицей Федеративной Республики Колумбия, или Великой Колумбии. В 1831 году, после отделения Венесуэлы и Эквадора, снова столицей Новой Гранады, с 1863 Соединенных Штатов Колумбии, а с 1886 Колумбия. В конце 19 века Богата превратилась в центр революционного движения страны. Во время девятой межамериканской конференции, проходившей в столице весной 1948 года, было совершено убийство прогрессивного колумбийского деятеля Хорхе Гайтана. Его идеи о путях преобразования колумбийского общества пользовались большой популярностью среди беднейших слоев населения, поэтому убийство Гайтана привело к массовым волнениям в столице. В Богате началось вооруженное восстание, направленное против консерваторов, которое распространилось на другие районы страны. Беспорядки были подавлены войсками при поддержке танковых частей. В результате боев, развернувшихся на улицах Богаты, погибло около двух тысяч человек. Центральная часть столицы подверглась разрушению. Многие здания были сожжены. На восстановление прежнего облика города ушли многие годы. Во второй половине 20 века Богата была центром многочисленных внутриполитических конфликтов. Площадь города – 1775 километров. Богата расположена в котловине на западном склоне Восточной Кордильеры, на высоте 2610 метров над уровнем моря. Город был построен на берегу речушки Рио-Сан-Франсиско, сегодня река протекает по трубам и увидеть ее невозможно. Хотя столица Колумбии находится практически на экваторе, из-за большой высоты над уровнем моря там не жарко. Средняя температура самого теплого месяца составляет плюс 14 градусов, а самого холодного около плюс 13 градусов, то есть все месяцы практически одинаковы. Это примерно соответствует второй половине мая в Москве. В дневное время температура воздуха составляет 19-22 си, ночью – 7-11 си. В силу своего географического положения город подвержен землетрясениям. Иногда в Богате возможны заморозки, а реже снегопады. К примеру, в ноябре 2007 года в Богате выпадал снег. Заморозки возможны круглый год, но частота их выше зимой. Столица Колумбии расположена в холодном поясе, для которого характерен переход от горных лесов к безлесным парам, высокогорным лугам. На берегах реки растут колючий кустарник, низкий полуристопадный лес, дерновинные злаки. В окрестностях города водятся обезьяны, пумы, ягуары, пекари-тапиры, броненосцы, дикобразы, ленивцы, опоссумы, многие виды змеи и ящериц. В реках обитают крокодилы и черепахи. В Богате и ее пригородах проживает 7 миллионов человек, что составляет шестую часть от всего населения Колумбии. Город космополитичен. Кроме Колумбийцев, в столице проживает большое число иностранных граждан и людей, принявших колумбийское гражданство. В составе населения колумбийской столицы преобладают метисы, то есть потомки от смешанных браков между белыми и индейцами. Незначительную часть от общего числа жителей составляют потомки европейцев, чистокровные индейцы, негры, мулаты и самбо, потомки от смешанных браков между неграми и индейцами. Таким образом, примерно три четверти населения столицы имеют смешанную кровь. В 1960 году был принят декрет об охране языка, согласно которому при оформлении официальных документов запрещается использовать неиспанские слова, однако этот декрет из-за своей нелогичности, никогда не действовал. Большинство верующих жителей богаты принадлежат к римско-католической церкви. В городе существует несколько протестантских церквей, ведущих активную работу по привлечению в свои ряды новых членов. Известно, что в последние годы у представителей протестанства неоднократно возникали конфликты с католическим духовенством. В северной части города на 2013 год продолжается возведение большой мечети. Имеется несколько христианских церквей и синагог. Уровень преступности богаты на фоне других городов Колумбии относительно низкий. В 2007 году он составил 19 убийств на 100 тысяч человек. В основном убийства происходят в т.н. трущобах, территориях самозахвата земли в районе гор. Ночью хорошо видны огни домиков, построенных на склонах и в искусственно вырытых нишах склонов гор. На юге трущобы опаснее, чем на севере. Данный самозахват носит полузаконный характер, с одной стороны признается, что дома строятся незаконно, с другой стороны на это закрывают глаза, так как жители данных районов разрабатывают новые территории. Впоследствии такие трущобы облагораживаются и переходят в разряд нормальных районов. Например, северная часть богаты и район аэропорта Гоэмораль 50 лет назад были трущобами, сейчас там ведется активное строительство уровня 3-4 этапы, а чуть далее на север находится элитный район, местная Рублевка, где стоимость дома начинается с 400 долларов 0-0-0. Примечательно, что в данные районы подаются вода, газ и электричество, но жители не платят за них. Причины тому две. Во-первых, опасения бунтов со стороны бедноты, точное количество которой неизвестно, во-вторых, стратная система оплаты коммунальных услуг в Колумбии. Чем выше страта района, тем выше плата. Всего шесть страт. Соответственно, жители более дорогих районов компенсируют расходы на коммунальные услуги жителям более бедных. Богата является крупнейшим экономическим центром Колумбии, наряду с Медельином, Калии-Баранкельей, и одним из важнейших экономических центров Южной Америки. Общая ВВП столица составляет 86 миллиард долларов долларов, что составляет четверть от ВВП всей Колумбии, на душу населения в среднем приходится 10 тысяч долларов, и поэтому показатели богата находятся на шестом месте среди городов Южной Америки. Штаб-квартиры большинства колумбийских компаний находятся в богате. Также богата является важнейшим промышленным и финансовым центром Колумбии, здесь расположены штаб-квартиры большинства частных банков Колумбии, Банка Республики и другие. Основной вид общественного транспорта – метробус сети «Трансмиллениа» с отдельно выделенными полосами. Международный аэропорт Эльдорадо расположен в 15 километрах к западу от центра города. Место базирования самолетов колумбийской авиакомпании «Авианка». Музей золота в богате содержит крупнейшую в мире коллекцию предметов до колумбовской эпохи, изготовленных из золота. Кроме того, существует музей, подаренный городу известным колумбийским художникам и скульпторам Фернандо Баттера, где хранится коллекция картин и скульптур, принадлежащих самому художнику, а также его личное собрание картин европейских художников, представителей импрессионизма, кубизма и других направлений живописи. Музей Баттера. Богата отличалась богатой культурной жизнью. Здесь была открыта вторая в Южной Америке библиотека, здесь же находится Колумбийская академия, Национальный университет Колумбии, открыт в 1867, и другие высшие учебные заведения. В 1910 году была основана Национальная консерватория, а в 1936 – Национальный симфонический оркестр. В 1791 году в Богате начала выходить первая в Колумбии еженедельная газета. Через 20 лет в столице печаталось уже 4 газеты. За этим последовало бурное развитие прессы на протяжении всего XIX века. В 1954 была создана Национальная организация радио и телевидения. Действует Национальное информационное агентство Колпренса. Существует большое количество театров и картинных галерей. Пибероамериканский фестиваль театра, проходящий в Богате каждые два года в апреле, считается сегодня крупнейшим в мире театральным фестивалем. В городе находится ботанический сад, в котором представлено множество видов экзотических растений. Ежегодным и самым главным спортивным зрелищем столицы являются бои быков, собирающие от 100 до 150 тысяч зрителей. Ежегодно в городе проходит богатинский полумарафон. Базируются футбольные клубы Миллионариас и Санта-Фе. Исторический центр богаты представляет собой сеть протянувшихся вдоль гор узких улочек. В городе сохранилось множество архитектурных памятников 17 ксикс-веков. На главной площади Пласса Боли. Вар возвышается собор, строительство которого велось в 1572-1610. В начале 19 века он был перестроен в стиле классицизма. В 16-ти ксикс-веках в архитектуре и искусстве Колумбии преобладали формы позднего средневековья и эпохи Возрождения. Кроме декоративного стиля плотерез к широкое распространение получили манеризм и барокко с присущими им необычными формами, обилием искривленных линий и защеленным декоративным оформлением. Эти черты нашли наиболее яркое воплощение в здании церкви Сан-Игнася, строительство которой было начато в 1577 году. Внутреннее убранство церкви поражает богатством разных украшений. В середине 17 века на смену пышному манеризму и барокко пришел классицизм. Здание Конгресса в Богате было построено в классическом греческом стиле. К тому же времени относится также Дворец Правосудия. В 19XX веках в столице Колумбии были возведены такие крупные объекты, деловые и промышленные здания, как Национальный Капитолий, 1847-1926. Отель Текендама, 1950-1953 годов. Фабрика Кларк, 1953. Застроены новые районы с широкими улицами Антонио-Нариньо и Кристиано, 1967. На площади Пласа Боливар в 1842-х был воздвигнут памятник Симону Боливару, первому президенту независимой Колумбии. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.